Меня зовут Сергей, я представитель компании Sage Micro, это украинский биспарк. Мы занимаемся разработкой под .NET. Основные стратегии нашей компании направлены на разработку под облако, под Windows Phone и под HTML5. Есть собственный продукт, продукт SM Reader, это читалка под Windows Phone. Есть еще несколько более таких мелких проектов, в частности наш проект под корреспондент мы делали, читалка RSS Lens под корреспондент, она сейчас доступна у них на сайте. На этой конференции меня пригласили прочесть два доклада. Первый это был доклад по облаку, он был вчера. Вот сегодня я буду рассказывать на мое мнение более интересную тему, это взаимодействие различного рода устройств, включая и телефоны и не только телефоны с облаком. То есть мы будем говорить о системах взаимодействия между Windows Phone и облаком, о системах типа умный дом, как можно какие-то кастомные девайсы при помощи существующих платформ прототипирования, в том числе .NET Micro Framework, как их можно связывать с облаком, обмениваться данными и так далее. Ну, что касается вчерашнего дня, основной тезис был такой, что люди очень часто задают вопрос, мол, облако это дорого, это как-то надо что-то, какие-то дополнительные знания. На самом деле, в случае с Windows Azure, лично для меня был такой опыт, я просто сел и начал программировать. Windows Azure достаточно простая платформа, у нее есть свои особенности, но тем не менее, для любого .NET разработчика, который более или менее знает язык C-Sharp, когда-либо писал Windows приложение, ему будет очень легко перейти на облако, программировать, то есть это основной месседж. Использовать облако, потому что это экономит ресурсы, экономит человеческие силы и так далее. То есть это гораздо удобнее, нежели заморачиваться с костингом или с остальными какими-то вещами. Что касается сегодняшнего доклада, я его еще не рассказал, но как бы так, превью маленькое, это мы будем говорить о взаимодействии Windows Phone и Azure в основном. Соответственно, мы будем говорить про SDK. И основной месседж такой, что Windows Phone платформа достаточно ограниченная ввиду соображений безопасности, производительности и так далее. Но тем не менее, облако может являться неким экстеншеном для Windows Phone. То есть мы можем любую абсолютно логику любого приложения, даже самую замысловатую, запускать в облаке, а на телефоне ее только отображать. То есть это основной вот такой месседж моего доклада будет. Ну, разработчикам я бы хотел пожелать в первую очередь жизненного вдохновения, то есть на новые какие-то идеи, новые свершения. И на самом деле хотелось бы как бы их так завлечь. То есть есть определенные новые направления, которые сейчас, возможно, для .NET разработчиков еще кажутся как-то туманными. Те, которые уже устоялись там, они привыкли делать это вот так, как делали это пять лет назад. То есть сейчас время перемен. Сейчас надо менять свое видение, видение своих проектов, да, и вливаться в новую струю, которую нам предлагает Microsoft. То есть это Cloud, это Windows Phone и не только. Хотелось бы, не знаю, опять-таки пожелать жизненного и творческого вдохновения. Здоровья, наверное. Удачных свершениях проектов. Я надеюсь, что те люди, которые захотят как бы после этих докладов более детально углубиться в тематику Windows Azure. У нас сейчас проводится серия тренингов. То есть в принципе можно и тренинги пройти. Сейчас в Украине, вот что мне нравится, очень хорошо проводится политика, да, маркетинговая некая, некая. Когда, как только человек проявляет заинтересованность к разработке под Azure, под Windows Phone, Microsoft сразу может ему что-то предложить. То есть сразу может его направить, сказать, вот у нас есть такие курсы, есть такие курсы, вот пожалуйста. Собственно, ну, я как участник программы Беспарк, да, я знаю, что сейчас очень много людей, которые идут в Беспарк, они идут сразу с облачными идеями, потому что это интересно всем. Вот, что касается тренингов, есть контактное лицо, Виктор Цыкунов, вот, он руководит этими всеми тренингами, то есть к нему можно обращаться и он может помочь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА